Первые плоды коррупционного скандала по поводу Билайна руководство корпорации сменилось всего лишь за пару часов. Новым генеральным директором компании Вымпелком, который принадлежит оператор связи, стал норвежец Шель Мортен Йонсен. Это произошло сразу после того, как бывший руководитель Михаил Слободин подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Как стало известно, накануне Следственный комитет объявил топ-менеджера в розыск по делу о взятках. Примечательно, что обычно очень активный в соцсетях Слободин после этого скандала так ничего и не написал в своем твиттере. Хотя всего пару дней назад он рассказывал всем подписчикам, как отмечают трехлетие в Билайне. Как заявили в компании, их бывший руководитель сейчас находится во Франции и ответит на все вопросы через неделю, когда вернется в Россию. Помимо Слободина по делу о взятках проходят еще два топ-менеджера. Слободин всегда был очень открытым управленцем. Имидж он создал себе соответствующие. Частенько сам участвовал в инфоповодах компании. Например, однажды он вышел на работу в Билайн в костюме пчелы вместе с журналистом Эльдаром Муртазиным. Насекомые из них получились очень колоритные и продажи в тот день шли на ура. Ну и сейчас у нас есть возможность обсудить этот самый коррупционный скандал с тем самым Эльдаром Муртазиным, главным редактором и ведущим аналитиком на сайте mobile-review.com, ну и по совместительству пчелой. Эльдар, здравствуйте! Добрый день, Леонид. Ну вот все, конечно, помнят вот эту хохму, которую вы устроили в прошлом году. Если мне не изменяет память, вы спорили на то, что Михаила отстранят от работы. Получается, как в воду глядели. Как раз про сентябрь говорили, только не 2015, а вот как оказалось 2016. Сами-то верите, что он виноват? Вы знаете, мне сложно судить. Я думаю, что в крупных компаниях, Ренова относится к крупным компаниям, там левая рука не знает, что делает правая. С точки зрения того, кто виноват, кто нет, пусть Следственный комитет разбирается, но факт заключается в том, что к деятельности в Эмпелкоме это не имеет никакого отношения, и фактически компания получила очень сильный удар, в том числе репутационный, как в анекдоте. Ложечки нашлись, осадочек остался. Вне зависимости от того, будет Михаил виноват или не будет, у Эмпелкома впереди с точки зрения пиар достаточно сложный период. Ну хорошо, а вот как расценивать уход Слободина? Это все-таки частичное признание вины или он хочет предстать перед публикой в образе мученика? Как вы думаете? Я думаю, что это вопрос технический, потому что если Следственный комитет выберет меру пресечения, например, заключения под стражу, как возможность, Слободин просто не сможет выполнять свои обязанности на посту генерального директора в Эмпелкома. Соответственно, для компании это необходимый шаг. Он добровольно подписал заявление об отставке, хотя 28 августа ему продлили контракт на три года. И второй момент связан с тем, что в Эмпелкому, вне зависимости от того, что будет происходить, придется начать внутренний аудит всей деятельности Михаила на своем посту, что фактически означает деньги, означает очередные пертурбации, и это достаточно болезненно для компании. Но вот подобные коррупционные ситуации, они вообще часто происходят в российском IT-бизнесе? Вы как специалист? В российском IT-бизнесе они происходят не очень часто. Как правило, последнее громкое дело – это расследование взяток в Средней Азии со стороны крупных российских операторов. Операторы де-факто согласились с американскими правоохранительными органами выплатить порядка миллиарда долларов. То есть это то, что они признали сами за работу в Средней Азии, в частности в Узбекистане. Эльдар, большое вам спасибо. Будем, конечно, следить за этой ситуацией, будем ее освещать, как только появятся какие-то новые подробности. На связи был Эльдар Муртазин, главный редактор и ведущий аналитик сайта Mobile Review. Субтитры создавал DimaTorzok